Привет, друзья! Оказывается, не внешний вид влияет на людей, которые у вас внешний вид, а ваше состояние. Ваше состояние больше действует. Ну, конечно, конечно. Поэтому актёры, поэтому дикторы на телевидении там и так далее всегда так приукрашены в таком хорошем виде, как будто у них жизнь прекрасная на самом деле, что за кадром мы не знаем. Но самое главное, вот вечная мудрость заключается в том, это я специально для своего друга молодого записывал ролик, не переутомляться. Берегите, друзья, себя. Это трудно сделать, не переутомляться, потому что молодые, они всегда в таком порыве, в таком состоянии, у них такая энергетика, и они думают, ну завтра там отдохну, завтра высплюсь, а это накапливается. И в конечном счёте могут возникать и всякие кризы, и тревожности, и неприятные состояния, а потом человек сидит, переживает и думает, откуда это у меня всё. Не переутомляться. Не переутомляться. А я вот уже взрослый человек, поэтому молодым напоминаю. И потом, когда я, например, чувствую себя не очень хорошо, кроме приёмов саморегуляции по ключу, которые я делаю в микроприёмах, которые у нас будут на ликбезе, на бесплатном, очередном, регулярном, и которые будут на предстоящем вебинаре с Шейлой и Соленом, с моими детьми и психологами, которые поделятся и своим опытом с приёмами, теорией и практикой, это будет 29 сентября в 20 часов. А вот вопрос-то заключается в том, как же быть в таких ситуациях, когда сейчас наваливается на нас комом, таким снегом, прямо сыпет каждый день, и неприятная информация, и ожидание будущего, и страх будущего, и мы не знаем, как быть. И у многих людей возникает паника. Вот этому и будет посвящён вебинар «Как снимать стресс, панику», «Как выходить на состояние свободного сознания, когда можно принимать разумные решения». И вот интересное дело, друзья. Я вот, например, лично вчера смотрел моего друга Михаила Казинника. Я так потрясаю всегда и с таким удовольствием смотрю, и рекомендую, кто не смотрел последнее видео его, как замечательно он преподносит, что культура, искусство, это как раз таки то, что связано вот с этим, да, которого мы потом называем по-другому, там, то Богом называем, кто-то представляет себе такого большого человека, сидящего на облаке. Ну, каждый мыслит себе этот образ по-своему, но там именно эта вечность, которую и Бах, и Бетховен, и Шопен, соединяясь с этим состоянием творчества, выражали, выражали, и для себя, получая в этом вдохновение, вдохновение и для всех других, кто это слушает, независимо от того, что это было через сто лет, или через двадцать лет, или через тысячу лет, это же ведь по существу из вечных ценностей. Я убежден в том, что человек становится личностью, соприкасаясь с вечностью. Либо когда он с помощью приемов ключа выходит на состояние нуля, из состояния суеты, на состояние безмятежности, и в этом состоянии он, освободившись от всех страхов, комплексов, стереотипов, начинает мыслить свободно и может помечтать о будущем и создать себе образ будущего и включить механизмы и гормональные, и механизмы внутренних ресурсов, резервов, и получить нужное состояние и стресс-устойчивость, с помощью которой он может преодолевать любые неожиданные ситуации, уже более уверенно понимая, что он найдет решение, вот это ощущение уверенности в себе, что ты найдешь решение, оказывается, это самая уверенность, которая уже и бессознательно воспитывается, которая и сознательно, с помощью упражнения, и сами изобретатели этими механизмами пользуются, они в их природе лежат, и в каждом из нас это лежит, в природе, потому что каждый из нас творец, просто не все знают об этом, хотя там и в Библии это читают, что решил Бог создать человека по своему образу и подобию, да, ну на самом деле человек творец, надо не забывать этого, и когда у вас паника, когда у вас какой-то критический момент жизни, когда все падает из рук, и вы потеряли уверенность, и не знаете, что будет завтра, вспомните, пожалуйста, вспомните, во-первых, технологию вспоминайте по ключу, кто не видел, кто новичок, на нашем канале Ютуба, много бесплатных ликбезов, по 2-3 часа, найдите их, посмотрите, один раз посмотрите, и потом вы будете понимать, и знать, и выработайте навыки, применять эти приемы, для того, чтобы в любой момент снимать стресс в любом момент, и в любом месте, да, сначала с помощью этих приемов коротких, а потом и без них, с помощью навыков, да, друзья, берегите себя, потому что сейчас это крайне нужно, не только для вас, не только для того, чтобы у вас голова хорошо работала, не только для того, чтобы вы были здоровы, а чтобы вы были действительно творящими сущностями, которые создают добро и пользу для себя и для людей, не забывая о человечности, потому что изобретений много сделано, но они часто используются и во вред, а мы занимаемся созданием науки человечности, и у нас на канале Ютуба из многих стран мира, и включая Белоруссию, и Украину, и включая там много-много-много стран, и Греция, и Америка, там и, ну, много очень стран, и Израиль, там много-много стран, и там участники, мы все вместе создаем науку человечности, которая опирается на вечные человеческие ценности, это любовь, это сопереживание, и, кстати говоря, я вам хочу сказать, каждый из нас уникален, и я повторюсь, вот я смотрел Мишу Казинника, как он хорошо это все говорит, только другими словами, а каждый занимается в деле поддержания мира в себе и вокруг своим способом, своим манером, своим стилем, я вот так делаю, я делаю вот так, друзья, потому что очень важно, очень важно, но, повторюсь, главное, не переутомляйтесь, если это возможно, особенно это касается молодых, потому что я человек уже в возрасте, я всю жизнь переутомлялся, кто не знает, посмотрите в описании под видео, чем я занимался всю жизнь, там помогал, спасал, после терактов, летал в горячей точке, ну посмотрите, все это, я думаю, я думаю, что каждый наш выпуск, каждое наше старание помочь людям, вот это важно, когда вам плохо, подумайте в первую очередь, о чем ты полезен людям, это тоже помогает восстановить свое самочувствие, да, 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 когда вы думаете не только о себе, потому что будешь думать только о себе, один и останешься, это мой афоризм, вам подарок, а теперь до встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok